Приветствую вас, мои подписчики и гости канала. Не все люди доверяют приметам, но если говорить о постельном белье, то большинство из этих суеверий точно будут полезны. Треть своей жизни человек проводит во сне, в постели, поэтому неудивительно, что появились множество примет о постельном белье. Если следовать приметам, то можно избежать многих проблем. Предлагаю подборку примет о постельных принадлежностях, которым стоит прислушаться. Друзья, если желаете узнать намного больше и не пропускать новые выпуски, то переходите и в наш телеграм-канал по ссылке в описании. Приметы и суеверия о постельном белье. Смена постельного белья – это необходимая процедура с точки зрения чистоты и гигиены. К тому же это действие наделено еще и мистическим смыслом. Если правильно это делать, то можно привлечь в жизнь фортуну и избежать негативных событий. Как вы думаете, важен ли день, в который производится замена постельного белья? Если вы желаете обрести удачу в делах, то наиболее подходящие дни для смены постельного белья – это четверг и суббота, обязательно в первой половине дня. Так вы привлечете позитивные события в свою жизнь. Отлично будет, если смену белья белья совместите с уборкой в доме. Неблагоприятные дни. Воскресенье. Если, как правило, смена белья происходит в воскресенье, то это может привести к бессоннице, а также вызвать ночные страхи и кошмары. Пятница. Если менять белье в пятницу, то можно столкнуться с массой мелких проблем. Большим неприятностям приведет стирка или смена белья в дни церковных праздников. Не рекомендуется застилать постель втроем. Это плохая примета, потому что человек привлекает в дом несчастье. После ухода гостей постель необходимо сменить не сразу, а спустя час или два, иначе они могут пострадать, а вы можете с ними поссориться. Супружескую постель не должен застилать посторонний человек, иначе в семье начнется раздор. Если вы будете регулярно заправлять постель по утрам, то семья будет защищена от проблем со здоровьем и от измен. Если вы случайно застелили постель не так, как надо, например, наизнанку, то вас могут побить. Чтобы этого избежать, положите белье на пол и пройдитесь по нему босиком. У кого есть планы надолго оставаться на новом месте, следует перестелить постель в четверг до рассвета. Если вы хотите купить постельное белье, то стоит это сделать после обеда на растущую луну, иначе будут мучить кошмары, а также появится бессонница. Если кошка испачкала постель, то ждите сюрпризов, а какая будет неожиданность, хорошая или плохая, зависит от реакции хозяина. Божья коровка в постели, к счастью, в семейной жизни, а человек, который не имеет пара или же просто одинок, вскоре найдет свою любовь. Не рекомендуется самостоятельно шить постельное белье для пожилых людей, это может приблизить их смерть. Принимая комплект постельного белья от одинокой женщины или вдовы, вы можете забрать себе и ее судьбу. Не стоит дарить малознакомым людям постельное белье, так как это может привести к конфликтам. Нельзя принимать в дар постельное белье, которое было использовано хотя бы один раз, так можно перенять на себя чужие проблемы. Желательно не допускать складок на покрывале и постельном белье, это притягивает несчастье. В складках мятой ткани прячутся темные силы, которые несут беды, создают барьеры между мужчиной и женщиной, мешают в делах, карьере и бизнесе. Поэтому постельное белье рекомендуется гладить. Спать на рваных простынях, привлекать в бедность и финансовые проблемы. Из-за того, что старое постельное белье не дает человеку, почувствовать себя комфортно. Человек не может получить новых эмоций и впечатлений. Если желаете перемен, то приобретите новый комплект белья. Зашивать порванное постельное белье нельзя, его лучше сразу отправить на тряпки. Вещь приняла на себя негатив, который был нанесен хозяину, и если продолжать пользоваться, то негативное влияние перейдет на членов семьи. Штопанные или рваные простыни вносят разлад во взаимоотношения меду членами семьи, а застиранные пододеяльники делают сексуальную жизнь унылой и однообразной. Размеры постельного белья должны соответствовать размерам подушки и одеяла. В случае, если постельное белье слишком маленькое, людей могут вытеснить из разных сфер жизни, выгнать из семьи, уволить с работы. Если белье больших размеров, чем требуется, то возникнет хаос и беспорядок, как в делах, так и в мыслях. Набор белья с кружевом или в мелкий рисунок и в горошек принесет в дом материальный достаток. Муж и жена будут счастливы, если через год после свадьбы им подарить комплект белья и ситца. Важно правильно подобрать цвет постельного белья. Каждый цвет в древнекитайском учении имеет свою ауру, в которой он делится со спящим человеком. Если сделать неправильный выбор расцветки белья, то она может заблокировать вашу энергетику. Цветовая палитра делится на иньянь оттенки, это нужно учитывать, прежде чем выбрать постельное белье. Цвета янь побуждают к действию, стимулируют активность. Это оттенки красного, оранжевого, желтого. Цвета янь привносит в сон покой умиротворенность. Это белый, зеленый, голубой, розовый, фиолетовый, черный. Черный цвет – символ богатства. Но использовать его в постельном белье специалисты не рекомендуют, так как он негативно влияет на психику и может привести к депрессии. Можно приобрести комплект, которым на темном фоне будут золотые или серебряные узоры. Такая постель выглядит роскошно, привлекает фортуну и успех. На кровати, застеленной фиолетовым бельем чаще снятся вещи и сны. Розовый цвет – стимулирует романтичные отношения. Зеленый – символ здоровья, восстанавливает энергетический баланс, снижает уровень стресса. Белый дарит позитивный настрой и гармонию. При наметившемся разладе в семейной жизни. Стоит использовать постельное белье желтых оттенков. Это позволит улучшить отношения в паре. Желтый цвет – это цвет солнца, дарит радость и способствует миру и гармонии в отношениях, а также привлекает финансы. Красный цвет – символ огня, страсти, любви. Этот цвет рекомендуется для ярких любовных ночей. Но постоянно спать на такой постели нельзя, иначе будете раздражительны и сон станет беспокойным. Постоянно можно использовать оранжевый цвет, который несет оптимизм и хорошее настроение. Не менее важны, чем цветовая палитра белья, рисунок и смысловая нагрузка. Изображение воды, как водопад или река, может привести к утечке финансов. Вертикальные полосы вносят разлад в отношения близких людей. Крупные и яркие цветы стимулируют романтические отношения. Природные мотивы на постели, как трава, облака, бабочки, вызывают позитивные эмоции и благотворно влияют на сон и психику. Постельное белье должно быть из натуральных материалов. Под запретом все синтетические и смесовые ткани. Согласно поверьям, они могут отпугнуть фортуну и богатство. Человеку, ослабленному болезнью, новый комплект поможет быстрее выздороветь. Стирать постельное белье лучше в первую половину дня, в субботу. Нельзя начинать неделю со стирки постельных принадлежностей, замучает бессонница, а также большая вероятность того, что вещи при стирке повредятся или плохо выстираются. Проводить стирку в понедельник к трудностям на работе и дома. Существует примета, если жена стирает в понедельник, этим она разрушает собственную семью. Муж уйдет к другу или пострадает. Друзья, теперь вы знаете, в какие дни лучше всего менять и стирать постельное белье, чтобы вам сопутствовала удача. Верить в это или нет, дело лично каждого. Но не стоит забывать о том, что во сне энергетика человека наиболее уязвима. Поэтому лучше всего прислушаться к советам. Они принесут вам пользу и помогут предотвратить неприятные ситуации. Друзья, теперь вы знаете, в какие дни лучше всего менять и стирать постельное белье, чтобы вам сопутствовала удача. Верить в это или нет, дело лично каждого. Но не стоит забывать о том, что во сне энергетика человека наиболее уязвима. Поэтому лучше всего прислушаться к советам. Они принесут вам пользу и помогут предотвратить неприятные ситуации. Для привлечения удачи пишем ниже в комментариях под видео. Я желаю и принимаю изобильную и счастливую жизнь. Да будет так!